25 лет прошло со дня открытия 4-й гимназии, а кажется, словно это было вчера. Сегодня образовательное учреждение занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших школ Московской области, входит в топ-500 школ России. Я рада приветствовать в нашей замечательной и любимой гимназии всех-всех вас, которые собрались сегодня, нашли время и пришли, чтобы встретить с нами этот замечательный праздник, наш юбилей. Я хочу сказать, что наша гимназия распахнула свои двери в 1091 году. Непростой год, сложный, но она распахнула 1 сентября свои двери для первых своих учеников. Среди выпускников немало стубальников по результатам сдачи ЕГЭ. Все эти показатели – результат огромного труда педагогического коллектива. Становление общеобразовательного учреждения началось в непростые годы. Но в результате из простой средней общеобразовательной школы это учреждение превратилось в инновационное образовательное учреждение – гимназию. Сюда я пришла работать в 1995 году учителем географии. Ровно год я была учителем, и Татьяна Викторовна Хадарина, которая возглавляла данное образовательное учреждение, назначила меня на должность заместителя директора учебно-воспитательной работы. И 9 лет я проработала в этой школе в должности заместителя директора. Поэтому действительно очень хорошие воспоминания, очень хороший педагогический коллектив, ответственные, профессионалы, с большим опытом работы. Вот у этих учителей, наверное, я и училась, у ветеранов сейчас педагогического труда. Здесь, наверное, произошло становление. Здесь я научилась многому. Здесь был открыт управленческий класс, который действительно, ну, наверное, подтолкнуло весь педагогический коллектив на работу именно в рамках проектной деятельности. Поэтому слова благодарности учреждению и поздравления с 25-летием. И школа является одной из самых лучших, гимназия одной из самых лучших в районе, в области. Выпускники получают медали, получают, выигрывают Олимпиады. И, конечно, задача власти, депутатов, задача администрации – помогать развивать школу, вкладывать в материальную базу с тем, чтобы наши дети, которые проходят здесь обучение, получали образование наивысшего мирового класса, мирового уровня, чтобы они могли достойно конкурировать в 21 веке и быть достойными гражданами нашей Родины. Поэтому, со своей стороны, мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы росла материальная база, чтобы педагоги работали самые лучшие, самые подготовленные, и с тем, чтобы то поколение, которое выйдет из стены этой школы, стало самыми достойными гражданами нашей страны. Ученики 4-й гимназии – это ее душа. Они также преданы своей любимой школе и учителям. Ведь именно здесь закладывается фундамент их будущих побед и достижений. Школа многое мне дала. В первую очередь, она мне помогла сформироваться как личности. Здесь отличный учительский состав. Я могу с уверенностью сказать, что мне повезло и в начальной школе с учителем. Это был человек, который просто вел нас за собой, давал нам бесценные знания. Мы обретали огромнейший опыт. И, ну, поскольку мы являемся экономическим классом, у нас самый сильный набор учителей по всем дисциплинам. Я желаю гимназии номер 4 всего самого хорошего, ученикам побед, достижений, с юбилеем, любимая гимназия. Полноценное образование ребенка невозможно без участия в этом процессе семьи. В гимназии создан родительский совет. Мамы и папы – главные помощники не только для своих детей, но и для учителей. Мы постоянно следим за тем, чтобы дети постоянно куда-то выезжали. То есть, ну, есть такой прям у нас принцип, что раз в месяц мы обязательно куда-нибудь деток отправляем, организовываем. То есть это на себя все берет родительский комитет. Если школе нужна подмога вплоть до того, что, ну, не обязательно финансовая, да, а физическая, то это тоже родительский комитет. Столы подвигать, стулья, шарики надуть, украсить, то как бы вот они мы на подмоге. Также родительский комитет помогает педагогам, ну, чтобы не погрязнуть в каких-то там рутинах бюрократических. Также мы там берем на себя оформление, например, той же автобусной экскурсии. То есть не все вот эти бумажные волоки, но отчасти берем на себя. Гимназисты блистали на сцене под бурные аплодисменты учителей, гостей и, конечно, бывших выпускников. День рождения любимой школы никому не хотелось пропускать. Четверть века позади, а впереди новые цели и достижения. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».